Едва барнаульцы привыкли к предыдущему повышению стоимости проезда в городском транспорте, а это было в декабре прошлого года, как перевозчики снова заявили, тариф нужно повышать. Мол, нынешние 28 рублей за билет – цифра даже не вчерашнего дня. К сравнению, уже почти 10 лет назад, говорит один из перевозчиков, оптимальной стоимостью проезда было 37 рублей. Ситуацию с ценами, уверяют, нужно решать своевременно. Ситуация такая, она все время приводит к тому, что мы немножко всегда набираем долги, потом выходим на то, чтобы на администрацию с просьбой увеличить тариф, потом нам его увеличивают, естественно, не сразу, а попозже чуть-чуть, и мы только потом начинаем свои долги снова отрабатывать. Сегодня, рассказывают перевозчики, подорожало практически все – от дизельного топлива до запасных деталей. Стоимость автомобильных шин выросла на 60%. Из 75 автобусов на ходу осталось чуть больше 50, говорят, в одной из транспортных компаний. А повышать зарплату водителям и кондукторам тоже не из чего. Оттого и острый дефицит кадров. Мало кто хочет работать по 12 часов за 30 тысяч рублей в месяц. Пересмотр тарифа неизбежен, иначе возить тех же пассажиров будет просто некому. Если вот брать, как мы рассчитываем, как должно быть, чтобы мы могли обновлять подвижной состав, выплачивать достойную заработную плату, иметь нормальный ремонтный фонд, ну, то есть вести полноценную хозяйственную деятельность, если вот так вот, грубо говоря, то тариф должен быть в районе 50-55 рублей. Правда, к такой стоимости проезда горожане еще не готовы, понимают и сами перевозчики. Поэтому отправили запрос в администрацию с просьбой увеличить тариф хотя бы до 32 рублей. Так считают руководители транспортных компаний, предприятия смогут удержаться на плаву. Как вы думаете, как горожане отреагируют на повышение цены на те же 4 рубля? Я думаю, что они должны объективно рассматривать эту ситуацию в нынешних экономических условиях. На сегодняшний день инфляция в стране и в регионе практически достигла 12%. Я считаю, что это нормальная практика повышения тарифов не только в нашей сфере, но и во всех остальных сферах. Впрочем, мы и сами поинтересовались у горожан, как они относятся к возможному удорожанию стоимости проезда. Мнения неоднозначные. Мне это кажется просто беспредел. Кошмарный городской транспорт. Еще и деньги за это платить. Я не знаю, мне вот прям стыдно за город. Я этим не болею. Мне хоть все равно. Нормально. Я с другого города. И на мой взгляд, в Барнауле еще уместные цены, которые не сильно отражаются на моем бюджете по сравнению с тем же Новосибирском. А в Новосибирске сколько стоит проезд? Проезд по городу стоит от 50 рублей. Со здешними 28-30. Что-то такое я платила. Мне комфортно. Сейчас 28 рублей. Это для некоторых студентов уже достаточно проблематично. А 50 рублей, мне кажется, это было бы уже очень сложно. Как стало известно, сейчас в профильном комитете города рассматривают документы, которые предоставили перевозчики и проводят расчеты. Вопрос о цене на проезд в общественном транспорте рассмотрят на Координационном совете по ценообразованию. Однако свалить все проблемы отрасли на пассажиров, говорят перевозчики, было бы неправильно. Посильную помощь могли бы оказать и городские власти. Как вариант, доплачивать транспортным компаниям большую разницу за льготников. Допустим, для школьников она из малообеспеченных семей, если я не ошибаюсь, вообще там 7 рублей получается. Но до 24 рублей доплачивает бюджет города. По нашему мнению, доплачивать, ну нам нужно возмещать полные наши выпадающие доходы, то есть до 28 рублей. Еще одним решением проблемы могло бы стать появление муниципального предприятия или так называемых бруто-контрактов, когда администрация гарантирует перевозчикам фиксированную оплату работы из бюджета, независимо от пассажиропотока. А деньги за проезд возвращаются к городу. Впрочем, работа по этому направлению, как ранее заявляли в мэрии, ведется. А вот вопрос о стоимости проезда пока остается открытым. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.